Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. И сегодня мы с мужем путешествуем и решили немного поделиться с вами. И побывали мы сегодня, ребят, в Косовском замке. Это дворец Пусловских в Косово. Это просто, ребят, уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века. И находится он в белорусском городке Косово. Из-за сказочный образ и роскошь дворец графов Пусловских Косовский замок называли рыцарской гризой. Косовский дворец по-своему уникален. Здание состоит из центрального двухэтажного корпуса и двух боковых крыльев. А благодаря гранёным зубчатым башням его часто называют миниатюрным замком. Каждая башня символизировала месяц года. При этом четыре центральные в честь урожайных мая, июня, июля и августа самые высокие. Во дворце более ста помещений и ни одного проходного. Благодаря системе коридоров и особому расположению окон на протяжении двух с половиной дней в году солнечный свет полностью заливал один из покоев. В это время хозяева праздновали день комнаты, по-особому украшая её и проводя там много времени. Косовский дворец славился роскошными залами. В белом гости танцевали на шумных балах, в чёрном играли в карты, в розовом музицировали. Говорят, что был и вовсе удивительный для тех времён парадный зал, где прямо под стеклянным полом среди водорослей плавали рыбки. Современные реставраторы этот факт ещё не подтвердили, но уверены, полы с подогревом точно были. Дворец окружал прекрасный парк, где росли более 150 видов экзотических растений. А для особо редких экземпляров устроена оранжерея. Парк живописно спускался к трём искусственным озёрам и усадьбе Костюшка. После Леонардо Пусловского, проигравшего имение в карты, Косово не раз переходило к новым хозяевам. В годы Первой мировой войны дворец разграбили, многие ценности вывезли за границу. И с 1921 года здесь размещались управление округом и школа пчеловодов. Наибольшие разрушения дворец пережил во время Второй мировой войны. Многодневный пожар в 1944 году окончательно уничтожил убранство залов, оставив лишь величественные стены. С дворцом в Косово связано очень много преданий. Местные жители рассказывали, что для охраны хозяева держали льва, которого ночью выпускали бродить по коридорам. Вспоминают и музыкальную особенность дворца. Если на втором этаже восточной стороны, встав на подоконник, кто-то громко хлопал в ладоши, то своды здания начинали издавать мелодичные звуки. Одна из самых красивых легенд гласит, что между Косовским дворцом и резиденцией Сапегов в Ружанах существует подземный ход шириной в карету и тройку и длиной 25 километров. Красота Косовского дворца по-прежнему впечатляет и, конечно же, привлекает много путешественников. После многих лет забвения этот миниатюрный замок с 12 башнями, символизирующими месяцы года, вновь принимает гостей. Большая реставрация еще продолжается. Но оценить красоту дворца и прогуляться по залам, которые ждут возвращения былой роскоши, может каждый. Конечно, мы внутрь не смогли попасть, так как поехали уже туда поздно. При том, что мы сразу не собирались туда ехать, но когда возвращались с озер, то мы почему-то решили свернуть по пути домой и заехать в дворец Пусловских. Хотя были мы здесь очень много раз, так как это находится недалеко от нашего города. Туристов со всего мира также принимает расположенный рядом дом-музей Тадеуша Костюшка, который был восстановлен и открыт в 2004 году. Интересно, что в 1857 году именно Пусловские впервые отреставрировали заброшенную усадьбу Костюшек. После посещения замка, ну, конечно же, я уже говорила, что внутрь мы не попали, мы прогулялись вокруг замка и спустились дальше к музею-усадьбе Тадеуша Костюшка. Невероятно красивые места. Здесь можно гулять и просто наслаждаться красотой. А ещё, ребят, когда мы спускались вниз, то увидели огромное количество малины в лесу. И, конечно же, много птиц. И их пенье просто завораживало. Мне кажется, ребят, любой, кто побывал бы здесь, остался бы в восторге. Вы знаете, я была здесь много раз. И ещё до реставрации, и где-то в середине реставрации, и ближе к окончанию. Но каждый раз, как в первый раз. И всегда нахожусь под каким-то впечатлением. Знаете, вот представляешь то время, представляешь людей, которые жили в то время. И, я не знаю, какой-то внутренний трепет испытываешь. Мне кажется, что многие, кто проживает в Белоруссии, побывали и в замке, и в музее-усадьбе Тадеуша Костюшка. Ну, мы также спустились вниз для того, чтобы показать вам этот музей. Ну, конечно же, внутрь мы не попали, так как уже был закрыт. Но я думаю, что обязательно мы вновь поедем, чтобы заснять всю красоту изнутри и в Косовском замке, и в усадьбе. Имя Тадеуша Костюшка и его жизненный героический путь помнят и чтят во многих государствах и городах мира. Именем Костюшка названы улицы и площади во многих городах, но и в нашей стране, где он родился, был воспитан и вырос. Не сохранился даже его родной дом. Он был сожжен партизанами во время Великой Отечественной войны. На месте родовой усадьбы Тадеуша Костюшка сохранились только остатки фундамента и памятный камень. В 1999 году началась реставрация и восстановление усадьбы Тадеуша Костюшки. По редким, сохранившимся с тех времен, гравюрам и изображениям. В 2004 году музей-усадьба, где родился и вырос национальный герой многих стран, открылся в торжественной обстановке. Ребят, я думаю, что моя небольшая такая экскурсия вам понравилась и была полезной. И вы с удовольствием провели со мной совсем немного времени. Также я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу поддержку. И это не касается, каким бы мой выпуск был, обзорным или просто каким-то личным видеороликом с прогулки и экскурсии. Я благодарю каждого из вас и желаю вам прекраснейших выходных дней. Правда, уже только воскресенье. Ну и кто в отпуске, шикарного вам отдыха, мои хорошие. Ну, а я буду с вами прощаться. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok